Наконец-то, дождались! Ну, это я про вас. Анонсирована третья часть игрового сериала «Мафия». Предыдущая вышла аж в далёком 2010 году и закончилась она неоднозначно, оставив игроков в полном невиденье о судьбе героев. Новая игра пока без подробностей, но ждите их уже в следующем выпуске новостей. Всем привет! Меня зовут Николай Губанов, и я здесь для того, чтобы рассказать всё самое интересное за последнюю неделю. Мне рестлинг нравится. А вы что о нём думаете? Вы, надеюсь, уже пишите это в комментариях, а вот Арнольд Шварценеггер высказал свою любовь к этому виду спорта иначе. Недавно стало известно, что его образ Терминатора станет бонусным персонажем в предстоящем симуляторе рестлинга WWE 2K16. 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 В общем, 2016. Сам Арни сказал, что всегда готов расширять свои возможности. Но эта новость омрачается другой, не очень хороший. Халк Хоган, наверное, самый известный в нашей стране рестлер и многими любимый актёр, в новой WWE не появится. Просто в сеть утекло видео, где Хоган говорит расистские речи, а такого на Западе ну никак не терпят. С одной стороны, может, оно и правильно, но как-то всё это мелко. Раскопали какую-то давнишнюю запись о том, как старик Хоган ругается на чернокожего парня своей дочери. Старики они и не такое могут. Их, кстати, тоже принято уважать. Компания Square Enix обрадовала сразу двумя новостями. Сначала они объявили о разработке новой части Dragon Quest для PlayStation 4 и Nintendo 3DS. Стационарные и портативные версии будут отличаться как визуально, так и по геймплею. Конечно же, версия для 3DS получит множество фишечек, связанных с особенностями консоли. Заинтересовала и новость о выпуске предыдущей, десятой части игры на последней консоли от Sony. То есть игра всё-таки, возможно, благодаря этому доберётся таки до запада. Я вот до сих пор жду. Выход обеих игр, кстати, рассматривается и для новой консоли от Nintendo, про которую всё ещё нет никаких подробностей. Konami снова пугает своими анонсами. В плохом смысле. Новая Castlevania получила заголовок Erotic Violence. И тут не знаешь даже радоваться или плакать. В целом даже интересно, но вот поиграть в это вряд ли удастся. Потому что это игра для аркадных автоматов в жанре паттинка. У нас такие в торговых центрах не ставят. А приз за самую смешную рекламную акцию получает Electronic Arts и Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Электроники просто взяли постеры других игр, запланированных на следующий год, и переделали на свой манер. Как вам, например, Пятое Алоэ? Также на многих постерах засветился доселе невиданный женский персонаж. Женские цветы. Вы понимаете, да, вообще, насколько это странно? Современные дети обречены на двойки по биологии. В сети, наконец, появились хорошие изображения 14-й серии мини-фигурок Лего. Напомню, что в этот раз фигурки посвящены различным монстрам. И кого тут только нет. Тут вам и оборотень, и безумный ученый, всякие зомби и призраки. Есть даже снежный человек и банши. И это еще не говоря о Франкенштейне с электрогитарой в руках. Короче, все круто. Хочу всех. А теперь угадайте, новостей какой компании, выпускающей коллекционные фигурки, будет больше всего в сегодняшнем выпуске. Правильно, Hot Toys. Но начну я с сайдшоу, которые в очередной раз сделали, ну, очень крутую видеопревьюшку для своей статуэтки. Джейсон Вурхис просто не может выглядеть негрозно. И дизайнеры постарались, чтобы мы ни на секунду не усомнились в его суровости. А для тех, кому было интересно, зачем он постоянно носит маску, она снимается, обнажая его прекрасное лицо. SH Figuarts показали нам свою версию Эра Альтрона. У них есть все основные персонажи фильма, но достойнее всех смотрится главный виновник торжества Альтрон. Неплох также и Халкбастер, но все равно остается впечатление, что чего-то ему не хватает. А новости Hot Toys прилетели с выставки Аниматойн Комик Гейм Гонконг. И тут просто масса интересного по Марвел, начиная от Дракс Разрушителя и заканчивая Ртутью из Эры Альтрона. Но мы оставим их до официальных фотосетов, а пока посмотрим тех, у кого они уже есть. Зацените миниатюрную фигурку Человека-муравья и его верного спутника Энтони. Летающий муравей размером всего лишь в 10 сантиметров, а выполнены оба как всегда отлично. Не хватает только получить в комплект желтого жакета такого же размера и можно смело устраивать мини-баталии. Ну и куда же мы денемся от очередного костюма Железного Человека? Этот, кстати, носит название Mark 40 Shotgun и выглядит, к счастью, довольно своеобразно. Ничего не говоря про цвет, стоит взглянуть на маску, чтобы понять, насколько этот костюм крутецкий. А под маской прячется сам побитый Тони Старк. Еще в комплекте есть детали с повреждениями, которые выглядят тоже великолепно. Издательство комиксов DC решило сосредоточиться на аннуалах и выпустило первые для Лоба и Девстроука, а также для комикса Gotham by Midnight. В ADW выходит огромное множество комиксов про Трансформеров, но им все мало и они выпускают еще и ваншоты. Встречайте, Трансформерс Комбайнер Хантерс Спешл. А Marvel продолжает войну между своими вселенными и выпускает уже вторые номера X-Men 92, TORS, Age of Ultron vs Marvel Zombies и Witch Hunter Angela 1602. А у нас вышла офигенная трилогия комиксов Майкла Зули по черепахам из первого классического тома. Всем советую, вот почти такая же, только на русском языке, а в рамках Старкона даже продавалась особая версия с уникальной эксклюзивной обложкой. А на сегодня у меня все. За свежими новостями приходите ровно через неделю. Пока. Господа любители игрового стаффа, готовьте свои патифоны. Саундтреки к некоторым играм уже давно выбираются на специальные дисковые издания, чтобы порадовать любителей либо самой игры, либо качественной музыки. Некоторые издатели...